На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы подводим итоги недели. Вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Обиделся на директора и угнал его автомобиль. В Реческом районе рабочий отомстил начальнику. Убили и дважды закапывали тело. Трое мужчин задержаны за преступления в Октябрьском районе. Погода словно манит на пляже. Как отдыхают жители региона и почему растет статистика смертей, разбирались наши корреспонденты. Прекращал дела и жил на широкую ногу. Подробности задержания бывшего начальника районной налоговой инспекции в репортаже Алексея Немкевича. А также коррупция на Гомельщине. Какая борьба ведется с этим явлением и какие дела находятся под надзором прокуратуры. Поговорим с экспертом. И начнем выпуск с отзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. 43 белорусских ребенка из Желобина, которые в Румынии попали в ДТП на автобусе, прошли медицинское обследование. Помощь понадобилась 19 пострадавшим, в том числе 17 несовершеннолетним. Однако все они могут продолжить отдых. Напомним, автобус с детьми перевернулся 8 июля в уезде Сучава. Причина аварии расследуется. Водитель положил автобус на бок, в результате чего пассажиры получили легкие травмы, ушибы и ссадины. Всем им была оказана необходимая помощь. В деревне Червоная Квет Кореческого района 32-летний рабочий угнал у директора предприятия служебный автомобиль. Мужчина работал на нем в качестве водителя и сильно обиделся на начальника, когда тот отстранил его от поездок за нахождение в нетрезвом виде на рабочем месте. Мужчина решил с несправедливостью бороться и ничего лучше не придумал, чем угнать директорский Рено Трафик. Нашел от машины ключи и поехал на ней домой. Впоследствии его задержала милиция. Спасатели Брагинского районного подразделения МЧС выезжали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Городище Брагинского района. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС происходило открытое горение внутри деревянного дома. При проведении разведки на стуле в горящей комнате был обнаружен труп хозяйки квартиры. Неосторожное обращение с огнем – одна из рассматриваемых причин возникновения пожара. Чем ближе к Ассе, тем проще план. В Рогачевском районе сотрудники финансовой милиции задержали заместителя главного бухгалтера ОАО «Азераны». Женщина обвиняется в хищении средств предприятия в особо крупном размере. Для пополнения семейного бюджета она выбрала вполне обычную схему, нашла контрагентов, необоснованно перечисляла им на счета средства предприятия, а потом делила их между всеми участниками преступной группы, в состав которой, к слову, входили ее родственники. Иногда деньги напрямую переводились на личный карт-счет бухгалтера. В эквиваленте она похитила 31 тысячу белорусских рублей. Теперь ей грозит 12 лет заключения и конфискация. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 35-летней жительницы деревни Ломовичи Октябрьского района. Женщина с июня считалась пропавшей без вести. В милицию заявление о ее исчезновении написала мать. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на трех сельчан. Именно им впоследствии и предъявили обвинение в совершении преступления. Преступникам 19, 20 и 29 лет. Потерпевшая провела в их компании вечер. Все дружно пили спиртное, после чего собутыльники избили женщину и закопали ее в лесу. Позднее они перезахоронили останки, чтобы отвести от себя подозрения, но погорели. В Троице предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Сейчас мужчины находятся под стражей. Сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу Евразийского экономического союза. Во время проверки поезда Киев-Санкт-Петербург в республиканском пункте таможенного пропуска Терюха одна из пассажирок вызвала у таможенников подозрения. В ходе проверки ее личного багажа в дамской сумочке обнаружено свыше 15,5 тысяч долларов США. Согласно законодательству, 10 тысяч таможенники вернули, а 5,5 изъяли, так как их хозяйка не задекларировала. Значит, административный процесс. Отдых на диких пляжах и купание в неохраняемых водоемах. Насколько это опасно и каким последствиям может привести веселье возле воды под шашлыки и крепкие напитки? Расскажут наши корреспонденты, побывавшие на этой неделе в совместном рейде с Гомельской областной организацией Освод. Затон Сожа или Обкомовское озеро. Одно из наиболее полюбившихся мест отдыха жителей новостроек 17 и 19 микрорайонов Гомеля. Живописный пейзаж и близость к городской инфраструктуре магнитом притягивают как молодежь, так и людей постарше. Особенно в эти жаркие летние дни. Многие думают, что если местность открытая и у кромки воды есть песочек, то это пляж. Но сильно заблуждаются. Пляж это специально подготовленное и оборудованное место. Перед началом купального сезона. Там ежегодно проверяются водолазами дно, дежурят спасатели. Есть подъезд для скорой помощи. На таких пляжах сотрудники Освода уже более 10 лет не фиксируют случаи гибели людей. Но о том, что купание в запрещенных для этого местах небезопасно, некоторые задумываются в последнюю очередь. Вы знаете, что за прошедшие сутки два человека были спасены здесь? Вот в таких местах. 13 человек на сегодняшний день уже погибли. Специалисты отмечают, что количество утонувших с каждым годом уменьшается. К слову, статистика ведется не по месту утопления, а по месту регистрации человека. Если 10 лет назад жителей области тонуло по 170-200 человек, то в прошлом году 53, а в 2016-м 45. Однако, каждая жизнь на счету. И в этой связи важным направлением деятельности является профилактика, особенно детской гибели на водоемах. Когда такого возраста дети, то родители должны быть находиться дальше, чем дети в воде. Даже если это не обустроено, ради их безопасности. Потому что ничего нельзя сделать и успеть, если взрослый находится в 10-15 метрах от улеза воды, а ребенок в воде. Только вчера, вчера в Комарине, на пляже, четырехлетний ребенок был спасен матросом-спасателем. Мама разговаривала по телефону. Отсутствие присмотра со стороны взрослых – главная причина гибели детей на воде. В минувшее воскресенье в водоеме возле 96-го микрорайона Гомеля тонул мальчик. На его счастье на берегу отдыхала супружеская пара. Мужчина, не задумываясь, прыгнул в воду и вытащил ребенка. Все закончилось благополучно. Ребенок откашлялся и пришел в себя. Случаев гибели людей на воде было бы меньше, если бы не спиртное, отмечают в осводе. Как правило, перед началом употребления алкоголя в компании все верят, что выпьют по чуть-чуть и будут следить друг за другом. Но после третьей об этом уже никто не помнит. Вы находились в воде, находясь в витрированном состоянии. У меня что, наряд милиции вызвать сюда? Какой наряд милиции вообще? Вы находитесь в запрещенном месте, в витрированном состоянии купаетесь. Почему запрещенном? Потому что это не пляж. Это не пляж. Это что? Это запрещенное место для купания. Три. Не, ну почему это не пляж? Ну здесь мне не указывают. Ну вот вы почему? Мы же не можем на каждом водоеме сделать пляж. На купалье в Гомельской области утонули два человека. Ситуация усложнилась тем, что в Ипевохе выбрали укромные места, чтобы никто не вызвал милицию. На охраняемых пляжах распитие спиртного просто недопустимо. Дело в том, что утопление – это такая трагедия, которая случается, как правило, с людьми физически сильными, которые совсем неожиданно тонут. Почему это происходит? Потому что есть разные виды утопления. Утопление – истинное утопление. Когда человек захлебывается водой, но чаще встречаются утопления ложные, сексические, когда непопадание, небольшое количество жидкости в верхние дыхательные пути вызывает спазм дыхательных путей и прекращение дыхания. Как правило, это происходит у лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Также у части людей, большинство – это дети, преимущественно женщины, есть так называемые синкопальные виды утопления, когда просто происходит остановка сердца при вхождении, например, в холодную воду или ударе животом телом о воду. Присутствие на водоеме спасателя освода сводит до нуля риск возникновения подобных чрезвычайных ситуаций. Но если перефразировать, то на помощь, надейся, а сам не плашай. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Очень нравится моему ребенку солнышко, водичка, покупаться. Ходим в отведенные для этого места. Вот здесь на пляже, в принципе, хорошо, чистенько, аккуратно. Ходя к водоему, на отдых у воды, граждане берут с собой несовершеннолетних, малолетних детей и, естественно, должны в первую очередь позаботиться о их безопасности. Мы сегодня, проделав рейд по нашим ближайшим водоемам, видели места отдыха, не предназначенных для купания, куда взрослые тащат детей с собой. Естественно, там повышенная опасность возникает. Мы видели также, что некоторые граждане употребляют спиртные напитки, хотя время еще было 16 часов, где-то 30 минут во время нашего рейда. Некоторые граждане уже были в стадии глубокого опьянения. И еще у них были такие запасы, которых хватило бы на несколько дней. На момент рейда, по оперативным данным о своде, в нашей области с начала года уже утонуло 20 граждан, в том числе двое несовершеннолетних. Эта цифра каждую летнюю неделю увеличивается на один или два человека. И не исключено, что к моменту выхода нашего сюжета могла произойти еще одна трагическая история. Скорбная статистика даже не говорит, а кричит о том, чтобы люди были внимательнее и всегда задумывались о безопасности во время отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Получение взятки, превышение власти или злоупотребление служебными полномочиями. В стране растет число фигурантов громких уголовных дел о коррупции. Среди задержанных высокопоставленные должностные лица. Например, в деле о медицинских функционерах фигурирует замминистра, генеральный директор Белфармацеи, а также ряд руководителей медицинских учреждений. Обвинения по статьям получения взятки и дача взятки предъявляют и топ-менеджерам крупных предприятий, среди которых Брянск-Сельмаш и Гомельский-Злин. Чьи еще фамилии в этих списках и какие гонорары получали коррупционеры, разбирался Алексей Немкевич. Это кадры, которые на этой неделе облетели интернет. Обыску директора РНПЦ, травматологии и ортопедии. В тайниках сотрудники КГБ обнаружат порядка полумиллиона долларов. Доходы топ-менеджер получал за коррупционные связи с коммерческими структурами. Таким образом получила официальное продолжение дела о коррупции в системе здравоохранения. Однако не только медицинские функционеры отличились на Ниве получения взяток. Не менее громким стало задержание недели ранее заместителя гендиректора крупного гомельского завода. Совместно с начальником отдела руководитель организовал закупку одного из постоянных поставщиков, комплектующих для нужд предприятия. За благоприятное решение вопроса они получали в качестве взятки 1 миллион российских рублей. Ниточка от злина потянулась к российско-белорусскому предприятию «Брянск-Сельмаш» и в Минске происходит задержание генерального директора. В настоящее время данные фигуранты находятся в следственном изоляторе гомерда Гомеля. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшний день им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 2 статьи 431 и 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это дача взятки и получение взятки в особо крупном размере соответственно. Обвиняемые дают признательные показания, в содеянном раскаются. Не обошла мода на взятки Рогачевский молочноконсервный комбинат. Преступная схема заключалась в том, что один из топ-менеджеров предприятия приобретал по завышенным ценам товары и запчасти. В последующем происходил взаимозачет, и руководитель получал определенный откат. По Рогачевскому молочноконсервному комбинату необходимо отметить уже, на мой взгляд, вопиющий факт. Второй руководитель Остапович знает, что проводятся активные следственные и оперативные мероприятия. И по его коллеге, тем не менее, продолжает заниматься взяточничеством. То есть на почве личного незаконного обращения люди теряют всякий страх. Без страха за последствия действовал и начальник налоговой инспекции по советскому району Гомеля. На этих кадрах результаты обыска в его квартире и рабочем кабинете. Дорогостоящие ручки, часы, алкоголь и золотые слитки. Все это он получал за крышевание знакомых коммерсантов, которые работали на подконтрольной ему административной территории. Когда сотрудники налоговой инспекции приходили с различными проверками в торговые разные точки, он, с использованием своего должностного положения, либо отзывал своих сотрудников, либо давал им, даже более того, указания уничтожить полученные административные материалы, протоколы, объяснения и так далее. А следующий фигурант попался на превышении власти и служебных полномочий. Уголовное дело было возбуждено в отношении председателя Лельческого райисполкома. Чиновник решал собственные вопросы за счет средств госпредприятия. Тех, кто ему не угодил, грозился уволить. В этот список попал и сотрудник ГАИ, который выписал штраф бывшей жене обвиняемого за превышение скорости. Действуя из одной личной заинтересованности и лоббируя интересы своего друга, товарища, директора крестьянского фермерского хозяйства, требовал от руководителей сельхозпредприятия района выделение земельных участков площадью свыше 300 гектаров. Также он требовал от руководителя одного из предприятий района предоставить своему товарищу две единицы сельхозтехники, которые использовались в последнем для уборки урожая собственной продукции. По статистике в области идет рост раскрываемости таких преступлений, несмотря на то, что они носят латентный характер. За шесть месяцев этого года раскрыто 110 уголовных дел. В первом полугодии прошлого года их было 83, то есть в нынешнем году раскрываемость увеличилась на треть. Стоит отметить, что в каждом уголовном деле идет от одного до нескольких десятков преступных эпизодов. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специально для программы «Дефакто». Борьба с коррупцией сегодня вышла, если не на первый, то на ведущий план работы правоохранительной системы. Сейчас информация о тех, кто злоупотребляет властью, максимально открыта. К тому же работа по изобличению коррупционеров стала проводиться с использованием более эффективных приемов. Об этом и не только поговорим с начальником отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гомельской области Романом Герасимовым. Роман Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Если проследить последние тенденции 10 лет, то что можно говорить об уровне коррупции на территории Гомельской области? За последние 10 лет я могу сказать, что наибольший пик активности данного негативного явления приходился на 2010 год. Поскольку в этот именно период было зарегистрировано наибольшее количество преступлений коррупционной направленности. Это немногим более 600 преступлений. Напротив, 2014 год стал наименее активным. Было зарегистрировано немногим менее 300. То есть, как видим, 5 лет преступность данного вида снижалась. В два раза практически. Да, практически в два раза. Но начиная уже с 2015 года пошел опять рост. В 2011 году мы ощутили на себе влияние экономического кризиса. Можно ли говорить, что в этот период или до этого периода взяток было больше, а после стало меньше? Как-то влияет это на коррупционеров? Применительно к преступности в виде взяточничества. А то я хочу сказать, что 2011 год как раз таки стал в виде получения взяток. Он наименее активным был. А в виде дачи взятки он был наиболее активным. То есть, дача взятки преобладала. То есть, предлагали взять, но не правильно? Да, но возможно, что был финансовый кризис, люди все равно располагали денежными средствами. Те, которые решали какие-то свои финансовые вопросы, я имею в виду предприниматели, еще частные структуры. Но в то же время правоохранительный блок, я думаю, он вовремя сориентировался. И факты получения взяток, они уже были, пресекались. В то же время, 2012 год, он, ну, скажем так, тенденция продолжилась. И практически в 2012 году тоже было наименьшее количество получения, именно получения взяток. Вот то небольшое увеличение, которое наблюдается с 2014 года, рост количества преступлений подобной направленности, с чем оно может быть связано, как вы считаете? Я думаю, что это связано, конечно же, в первую очередь с активной позицией правоохранительных органов, которые активизировали борьбу. То есть появились новые методы, технологии из обличения коррупционеров? Ну да, формы и методы, они постоянно совершенствуются, ничто не стоит на месте, они развиваются. Правоохранители тоже учатся, в том числе и зарубежный опыт перенимают. Поэтому я думаю, что активная позиция в данном направлении, она сыграла свою роль. Когда мы говорим о коррупционерах, то большинство людей представляют себе чиновников, которые за деньги берутся решать чужие проблемы. Но так ли это на самом деле? Ну, коррупционер это не только чиновник. Коррупционер, в первую очередь, это должностное лицо. Потому что субъект коррупционного преступления, в подавляющем большинстве случаев, это должностное лицо, которое наделено соответствующими полномочиями. Поэтому коррупционером может быть не только чиновник, это может быть и руководитель предприятия, и директор школы, и абсолютно любого учреждения или организации. Поэтому немножко это не совсем верное представление о коррупционере как таковом. То есть тот же, допустим, ведущий бухгалтер, например, любого предприятия может тоже позволить себе вот такую слабость? Наверное. И таких случаев довольно много, когда бухгалтера, в том числе и главные, они занимались хищением денежных средств организации, оформляли, либо же под несуществующих людей оформляли в качестве работников, потом на них начисляли денежные средства в виде зарплаты, таким образом их похищали, так называемые мертвые души. Либо просто перечисляли на свой кардсчет. То есть способы разные, но результат один и тот же. Поэтому бухгалтер тоже является должностным лицом. Тогда в каких сферах на Гомельчине чаще всего наблюдались преступления коррупционной направленности? Последние годы на территории нашей области наиболее подверженной коррупции сферами является эта сфера госуправления, в первую очередь. Потом идет сфера промышленности и сельского хозяйства. В этом полугодии мы уже составили отчет, просчитали статистику и выходит, что в кавычках печальное лидерство заняло сфера сельского хозяйства в истекшем полугодии. С чем это связано? В первую очередь основное, что здесь имеет роль, это распределение финансовых потоков. Если человек имеет доступ к распределению денежных средств, то, естественно, соблазн очень велик, чтобы что-то себе поиметь от этих потоков. Во вторую очередь, это, конечно же, облеченные властью люди, которые, если это сфера госуправления, то, как правило, это ввиду того, что люди наделены в ряде случаев очень высокими полномочиями, в том числе по распоряжению и средствами, и ресурсами, и человеческими ресурсами тоже. И это приводит к совершению преступления в виде злоупотребления служебными полномочиями и их превышения. Роман Викторович, сегодня мы наблюдаем, что и позиция президента категорична по отношению к тем людям, которые злоупотребляют властью. Как на фоне остальных регионов выглядит Гомельская область в этом вопросе? Гомельская область на протяжении ряда последних лет, это не два, не три года, это достаточно серьезный промежуток, отрезок времени, наша область впереди по зарегистрированным преступлениям коррупционной направленности. Ну, здесь, скажем... То есть первое место по количеству выявленных преступлений? Одно из первых, я бы сказал так, да. Потому что, ну, иногда, конечно, мы не первые в этом плане, но, как правило, в лидирующих позициях. Здесь вопрос кроется отчасти в нескольких моментах. Во-первых, это активная позиция правоохранительных органов. Во-вторых, нужно учитывать масштабы нашей области, которая сопоставима с размерами и штатной численностью тех же сотрудников правоохранительного блока с Минской областью. Поэтому у нас наиболее часто и больше регистрируется коррупционных преступлений. Как вы считаете, коррупция – это проблема общества или государства? Я думаю, что это общая проблема и общества, и государства, потому что решать ее нужно и обществу, и государству, потому что без государственного регулирования, понуждения, каких-то карательных методов, предусмотренных законодательством, решить общество эту проблему не сможет. И точно так же не сможет и государство без общественного сознания и понимания эту проблему также решить не сможет. То есть она где-то кроется глубоко в нас? Я думаю, да, потому что общественное мнение, я думаю, что нужно формировать таким образом, чтобы выработалась нетерпимость данному проявлению, и уже именно с детства, с малых лет, дабы воспитать в людях то чувство, что это не есть хорошо. Нравственность. Да, это нравственная позиция. Но если будет воспитана общественно не таким образом, то я думаю, что даже те же руководители, чиновники, которые запятнали себя коррупцией, они не смогут, наверное, пребывать и оставаться в своих должностях даже просто по этим мотивам уже, морально-этическим. Хотя бы так. Вот мы видели сюжет, да, и немало примеров там было приведено по коррупции. Какие преступления сейчас расследуются на территории Гомельской области? В настоящее время на территории области следственным комитетом расследуются волонные дела по обвинению заместителей директора Рогачевского молочноконсервного комбината по обвинению в получении взяток. Кроме этого расследуется уголовное дело в отношении председателя Гомельского райисполкома. Там ему вменяются в вину превышение злоупотребления служебными полномочиями и факты получения взяток. Кроме того, в производстве находится ряд уголовных дел по обвинению сотрудников правоохранительных ведомств. Давайте напомним про ответственность, какая существует за данный вид правонарушения. Говоря об ответственности, стоит сделать оговорку, что она варьируется от штрафа до 15 лет лишения свободы. В случае до 15 лет какие должны быть нарушения? До 15 лет данное наказание предусматривает ответственность за преступление по получению взятки в особо крупном размере. Которое начиналось от какой суммы? Считается в тысячу и более базовых величин размер взятки. Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. То есть этот момент является определяющим. То есть можно даже не в особо крупном размере получить взятку, но если статус должностного лица имеет ответственное положение, то автоматически уже меняется третья часть статьи 430 Уголовного кодекса и ответственность наступает уже от 5 до 15 лет лишения свободы. Роман Викторович, спасибо вам за конструктивный разговор. В студии программы «Де-факто» вместе с начальником отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гомельской области Романом Герасимовым мы обсуждали тему злоупотребления служебными полномочиями. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В Германии слон во время выступления рухнул на людей. Это произошло в одном из цирков страны. На записи видно, как слониху таранят бивнями ее сородичи. Под мощным натиском животное сместилось к краю манежа, а потом и вовсе упало на зрителей. Но тем удалось разбежаться, пока дрессировщики пытались отогнать от слонихи напавших на нее животных. Во время инцидента один человек получил ушибы. Число погибших из-за сильных дождей и оползней в Японии достигло 179 человек. Еще 9 считаются пропавшими без вести. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии за последние 65 лет. Сейчас в ликвидации последствий наводнений и поисках пропавших участвуют 75 тысяч человек, а также 83 вертолета и другая спецтехника. Крупные японские производители Мазда и Митсубиси уже пятый день не могут возобновить работу в префектурах Хиросима и Акаяма, которые больше всего пострадали от наводнений и оползней. А это Россия. На глазах у прохожих в багажнике припаркованного автомобиля Жигули взорвался газовый баллон. Как раз в момент хлопка неподалеку от машины проходила женщина. Судя по кадрам, она жутко испугалась и побежала вперед. К счастью, ни она, ни другие прохожие не пострадали. Хотя взрыв был опасным, ударной волной у автомобиля вырвало багажник, разнесло вещи и фрагменты кузова. В Колумбии уничтожили канатный мост, который частично обрушился в начале этого года. Строение было стерто с лица земли при помощи управляемого взрыва. Выглядело масштабно и эффектно. Пиротехники применили 200 килограммов взрывчатки, 3000 метров детонирующего шнура и 30 детонаторов. В Оклахоме легковушка въехала с парковки прямо в магазин. Как утверждают очевидцы, в момент происшествия водителя за рулем не было. Его приятель на пассажирском сиденье зачем-то завел мотор. А затем, не пересаживаясь, попытался проехать несколько метров. И вместо тормоза нажал на педаль газа. Автомобиль разбил витрину и снес стойку с товарами. В магазине в момент происшествия находились три человека. Обошлось без пострадавших. В Сиднее человек упал на рельсы перед приближающимся поездом и был спасен неравнодушным прохожим. На кадрах с камеры наблюдения видно, как потенциальная жертва неосторожно наступила на край перрона и свалилась вниз. Других пассажиров на станции в этот момент не было. Самостоятельно взобраться назад человек не мог. К счастью, через некоторое время ему на помощь пришел мужчина, который в последний момент вытащил пострадавшего на перрон и спас ему жизнь. Легковушка кубарем прокатилась по встречной полосе в Тульской области. По словам автора ролика, внезапно навстречу ему вылетел неуправляемый автомобиль. Как потом выяснилось, хозяин легковушки на секунду отвлекся, подключая шнур для зарядки телефона. Потерял контроль и вылетел с дороги. В Одесской области смерч поднял воздух человека. Происшествие зафиксировало на видеокамеры наблюдения. Ураган налетел неожиданно и поднял воздух шатер, в котором находился 14-летний подросток. Парень не успел выскочить из опасной зоны и на несколько секунд завис в воздухе. Затем его бросило вниз, на землю. Он разбил лицо об асфальт, получил несколько ушибов, но остался жив. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомесской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю.